Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о новинках моего гардероба. Я вам напомню сразу, что у нас сейчас осень, время идет к зиме, но тем не менее очень тепло и даже, я бы сказала, иногда жарко, очень солнечно. Но холод все равно будет, я знаю, и я приобрела себе несколько свитеров, ну какую-то такую теплую одежду, хотела с вами поделиться. Если вам интересно, оставайтесь. Первая, значит, первая моя новинка, это вот такой вот жакет. Это шелковый жакет, такого красивого, очень кремового цвета. Бесподобный, бесподобный, бесподобный. Он длинный, на пуговицах, то есть его можно вот так застегивать, но я никогда не застегиваю такие вещи. А этот бренд называется Кейси Вейдолинк. По-моему, он уже не существует. Мне удалось его, как бы так, вам сказать, схватить в винтажном магазине, в очень таком шикарном винтажном магазине. Я бы сказала, я дико довольна. У меня есть уже несколько вещей от Кейси Вейдолинк, и они просто бесподобны. Я оставлю ссылку. Ну, по-моему, сейчас они уже ничего не производят. Компания развалилась. По-моему, дизайнеры ушли творить по отдельности. Не знаю, что они сейчас делают. Но вот когда-то они создавали вот такие вот базовые шелковые вещи. Это шелк. Очень красивый. Сейчас я вам покажу название этого бренда. Может быть, кому-то он окажется знакомый. Вот так выглядит их бирка, Кейси Вейдолинк. И всегда, всегда, всегда на каждой вещи у них идет такая вот, проходит строчка где-нибудь. В шве боковом вот такая вот красненькая штучка. Ну, это такой милый, милый комплимент, наверное. Ну, мне нравится. Мне нравится. Я вот если вижу вот эту штучку, я знаю, что это Кейси Вейдолинк. Это редко, это красиво. Это... Ну, это на века. Это очень классное качество. Следующее. Вот такой жакет черного цвета от новозеландского бренда Замбези. Кто живет в Австралии, в Новой Зеландии, наверное, очень хорошо знакомы с этим брендом. Он... Он крутой. В основном они делают черно-белые вещи. У них редко бывает что-то такое цветное. Но если они делают цветное, это всегда классно. Это вот такой вот черный жакет. Он кажется таким базовым, но сейчас вы все увидите. Вот так называется... Очень длинные рукава. Это смесь, по-моему, этого... Шерсти и еще чего-то. В общем, очень красивые длинные рукава. Он сам по себе очень длинный. Элегантный. С парой пуговиц. Можно вот так застегивать. Видите, как идет рукав. Вот вентиляция. Я думаю, что это красиво носить вечером. Под какой-то классный брючный, например, брюки и какую-то майку белую. Вот насчет этого я не знаю. Но мне так она понравилась. Эта вещь, ну, будет проветриваться, если нужно. Вот такой вот красивый жакет. Мне нравится. Я люблю такие базовые вещи, черные. Но с каким-то таким интересным акцентом. Далее пройдут уже вязаные вещи, которые у меня появились. Первый дизайнер – это австралийка. Я лично с ней знакома. Дэниел Шилл. Или Чилл. Дэниел Шилл. Она дизайнер. Она создает вязаные только вещи. У нее на Бали есть студия, где девочки-балейки вяжут для Дэниелла и вот эти вот прекрасные свитера. А чем они хороши? Они очень теплые. Они все ручной работают. И у них прикольный дизайн. Ну, сейчас я вам его одену. Так, так, так. Это даже не свитер. Это больше как пончо. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Вот такая вот красивая серая вязка. Косичками. Знаете, я думаю, для людей, кто умеет вязать, связать что-то такое вообще не проблема. Но так как я вообще не умею вязать, для меня это вот прям что-то. Это вот такое яйцо. Это просто яйцо. Здесь два таких разреза. Вы его одеваете. Одеваете, ну, там, под него что-то. Можно белую рубашку одеть сюда. Можно какое-то платье и колготы. Можно джинсы, можно леггинсы. Можно коротенькие шорты. Я не знаю, что угодно одеваете. И просто идете, и вам тепло, и вам хорошо. И это как-то вот необычно, мне кажется. Вот такая вот вещь серая. Отхожу, чтобы вам было видно. Достаточно длинная. То есть я достаточно высокая, и мне она чуть выше колен. То есть этот дизайнер, его вещи лучше, конечно, мерить. Если это объем, то, наверное, все-таки нужен рост. Я думаю. Потому что такая вот объемная вещь, если невысокая девушка, она будет, конечно, ее сжирать. Целиком. Вот такая, значит, у меня появилась новинка. Следующий. Значит так, следующий свитер. Опять свитер большой, уже темно-синий. Тоже очень красивые косички. Это у нас бренд Queen'n'Bell. Вот так он выглядит. Made in Scotland. Я не знаю, если вы знакомы с этим брендом, они делают или шерстяные вещи, или какой-то микс, или кашемир. У них вообще один из самых лучших кашемир. Сейчас я вам надену этот свитер, и покажу, как он выглядит. Я люблю такие большие объемные свитера с воротом. Таким его можно закрутить. Его можно вот так вот сделать. Вот такой он свитер. Такой красивый свитер. Я всегда чуть-чуть поднимаю рукава. Люблю носить такие большие вещи с каким-то легким платьем, с колготами, с балетками, с сапожками. У меня, кстати, нет сапог. Упущение. В России были всегда здесь. Но здесь, мне кажется, это очень так тяжело носить сапоги. Так что вот. Вот такой свитер. Чем еще знаменито отличается марка Queen & Belle, надо было вам сразу показать. Вот внизу у них всегда на их изделиях вышит вот такой красивый символ. Вот такая вот корона с крестиком. Мне нравится. Ну, красиво. Вот такой свитер. Ну, мне нравится. Классный. Следующий. Ну, вот такой свитер с Чиппендейлом, с двумя брундуками. Я, знаете, мне вот так понравилось. Я помню, когда я была, ну, в школе училась, моей маме было что-то похожее. Тогда были очень популярны свитера, свитера вот с такими какими-то большими животными, например, на весь свитер. Я, когда его увидела, у меня такая ностальгия случилась. Ну, и цвет. Я люблю такой бежевый красивый цвет. Мягкий, красивый, с джинсами, с чем хотите. Такой прикольный очень. Следующий. И следующим будет вот такая вещь. Я не думаю, что она прям зимняя какая-то или осенняя. Это винтажный джакет. Замшевый, кожаный здесь. Он мне, конечно же, не по размеру. Ну, я имею в виду, он хорошо сидит, но я не смогу никогда застегнуть на все публицы его. Но он, знаете, он такой как джекейский. Вот такая вот джекейская вещь. Туда карман у нас. И я думала носить его вот так вот открытым и с такой черной шляпой. Ну, в Сиднее редко куда можно так одеться. Ну, он довольно базовый. Мне очень нравится этот терракотовый цвет. У него шикарные такие пуговицы. Очень, очень мягкая кожа, очень мягкая замша. Ну, вот, наверное, видите, вот прям вот он нежнейший. Нежнейшая просто вещь. Но я не могла ее не купить. Она стоила прям буквально какие-то копейки. Second Handy. Я когда увидела, я просто обалдела. Я просто обалдела. Он совершенно новый. его не надо сдавать в кемчистку. Внутри тут идет кожа. Там шелковая подкладка. Бренд из Новой Зеландии. Не знаю. Не знаю. Не знакомы с этим брендом. Может быть, знаете, в Австралии очень часто появляются бренды, а потом исчезают. Я думаю, вот это что-то из этого разряда. Так что вот такой у меня появился винтажный дружочек. Мне он очень нравится. Это все мои новинки, все мои покупки. Я постоянно поправляю волосы, потому что я когда все вот это туда-сюда переодеваю, у меня тут такая вот штука получается. Некрасивая. На этом все. Это все мои покупки. Надеюсь, вам понравилось. Покупки жаркие, теплые. У вас там уже у всех, наверное, лето и тепло. у нас наоборот. Но, тем не менее, мне было приятно показать вам свои обновки. Пишите, комментируйте. Всегда очень рада вас читать. С вами была Аленка Блок. Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.